можно я карл напишу автомобиль конструктор у него будет пустой сам класс тоже он пустой и давайте у него там один какой-то метод напишем примеру у него не знаю ран да он же едет правильно вот он едет когда он едет он что нам говорит давайте когда мы говорим ран пусть он напишет май макс спит из какой там фонды тысячи не будет вот это какой-то там не знаю маленькая такая машина который едет там 100 километров в час это понятие машина просто идет то есть это на самом деле не машина просто как мы создали класс как должна быть машина вот теперь нам нужно создать так наш любимый какой-то какая у вас машина вот тоже родину любят ладно давайте пусть будет дамас создаем класс дамас создаем класс дамас но это дамас должен быть да это дамас должен быть тип как машин как карпана из этого нам нужно каким-то образом сказать ему что дамас это как а как мы объявляли тип переменного две точки давайте попробуем две точки и к вот мы создали дамас две точки к и нам нужно теперь так нам нужно теперь здесь указать его как open 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 что это значит это значит что тот класс который вы хотите использовать как родительский класс для других классов он должен быть открытым для изменений вот я создал класс дамас давайте еще другой тоже создадим какая машина еще у нас есть джентль давайте что-нибудь покручим а все классы у нас паблик сейчас здесь из этого нам паблик слова не нужно если он паблик нам не нужно его отдельно как паблик указывать так как у нас машина избекистане что есть джентль давайте тико 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 две точки хор вот теперь у нас есть два типа один из из них дамас второй из них тико давайте здесь теперь создаю я на своем мейн классе создаю переменную дамас которая будет дамазом и создаю переменную тико который будет тип тико так теперь смотрим сюда на эти два класса дамас и тико какие у него методы есть у дамаза пассажирские места где здесь пассажирские места видите вот мы должны писать не мысль да что мы должны сделать это второе первое что у них сейчас есть ничего нет того что у тико есть тоже ничего нет так а теперь давайте попробуем вот здесь написать дамас . вот как видите он говорит я могу ран делать давайте попробуем сделать потом тико говорит отец что можешь он тоже говорит я могу дать пусть он сделает ран и давайте запустим что произойдет друг на друга они могут совпадать вот он говорит что дамас говорит что максимальный у него скорость 100 километров в час тико тоже говорит что у у него максимальная скорость 100 километров в час да значит получается все методы и свойства которые имеются у нас классик они передаются датейльным классом на базе тико понятно так теперь давайте попробуем сделать немножко изменения на базе у него какой максимальный скользко который у него анометры показывают спинаменты показывают 40 40 да это стоит неправильно да получается а цикл какой у него стоит на базе того что там срока на базе там вот из во это можно сделать так но нам нужно сделать таким образом чтобы метод который сейчас используется То есть, вот этот метод, он перекрывал, здесь он перекрывался, и как чтобы мы могли его изменить. Для этого нам нужно будет использовать функцию метод override. То есть, тот же наш Alt-Enter, вот, override methods. Override method это через слово... Так, он не open, из этого он сейчас не даст. А когда вы перегрузите, то есть, когда я делаю что? Перегрузку. Так. Перегрузку метода делаете, и вы выбираете, и вы выбираете, и вы выбираете. Да, каждый раз, когда мы хотим перегрузку какой-то функции сделать, нам нужно всегда через override писать. Если вы просто так, без override напишем, первое, он не даст нам создать такой же метод, который есть у него у владителя. Потому что он будет перекрывать. Хотя бы у него параметры должны быть разные. И этот, который мы создали без override, он не будет общим для всех классов. Сейчас вот эта функция run, он общий для любого класса, который находится здесь. То есть, после него какие мы классы создаем, для него run он общий. А если мы внутри датильного класса создаем run с другим параметром, мы не сможем его вызывать как потомок родительского класса. Для того, чтобы функцию мы могли делать override, так же, как здесь, когда мы делали extend, так же, как здесь, нам нужно функцию сделать открытой. То есть, дать доступ, чтобы функцию можно делать override. Сейчас я не могу его override делать, потому что она закрытая. Просто написано здесь function. Перед ним ставим open. И вот, когда мы делаем override, как вы видите, теперь run можно делать override. То есть, когда вы создаёте свой класс, вы даёте разрешение, какие методы можно делать override. А для этого вы перед вашей функцией пишите слово open. Вот оно. Хорошо? Так, делаю override. Когда я написал override, как видите, здесь он, когда я создал с помощью генератора, он говорит, супер run. Что такое супер run? Когда мы переходим на этот run, как видите, он переходит на car run. То есть, супер run, супер, это значит родительский класс. И супер.run, он значит, вызывает метод run своего родителя. Окей? Ну, нам нужно немножко его изменить. Из этого я что делаю? Вместо этого пишу, что у дома за скорость 160. Окей? И так же у tico run у него скорость 140. Вот оно. Вот, мы изменили наш дамаз, изменили наш tico, мы изменили содержимое целого функции метода run в tico и в дамазе. И давайте теперь запущем наш код. Ну, наш старый код. Запускаю. Вот, пожалуйста. А вы супер run убрали? Да, я убрал его. Он вообще нужен или нет? Он нужен. Он нужен, когда мы будем использовать метод родительского класса. То есть, к примеру, в дефалт настройке, настройке по умолчанию, вы можете оставить у родителя, и у дочернего класса вы будете вызывать супер run, а потом уже дополнять. Окей? Вот, как мы видим, он говорит, что у него скорость 160, а у него скорость 140. Окей? Так. Теперь здесь стоит такой вопрос. Ну, как мы сделали это? Как мы вызываем тамаз, ран, тик, оран, правильно? Причем здесь кар? Прогласны? Причем здесь кар, мы его здесь не используем. Зачем создавать кар и там урать его? Все равно мы его переписываем. Все равно мы его изменяем. Затем нам нужен кар, чтобы, если мы так и так, вот эту каждую функцию переписываем. То есть, насколько это ран можно вычислить и дописать какие-то? Ну, мы вот дописываем же вот здесь внизу. У Тамаза дописали, у тик вот дописали, мы полностью убрали. Там супера тоже нет. То есть, можно было бы и без кар вот это все создать. Без override просто можно было функцию run создать и все. У них же могут быть общие части, которые не изменяются. У них могут быть общие части, которые изменяются. Да, могут быть. Но в этом случае какое преимущество есть? Если мы поменяем что-то в каре, то тогда это поменяется и в том асинтике. Ну, мы пока ничего не меняем в каре. В этом же случае как можно посмотреть преимущество использования кар? Если это кар, то там обязательно есть run. Так, если это кар, то у него обязательно есть run. Вот, это первая вещь, что у всех кар есть run. Какое преимущество это нам теперь дает? Мы можем отдельно... Мы можем создавать новую еще машину. Мы можем создавать новую машину. Мы можем создавать новую машину и другую модель. Если да, дайте мне какую-то раму. Окей, давайте тогда я сейчас попробую вам показать другой один пример в нашем main функции. И сделаем такую вещь, что не зная, какая у меня будет машина, я буду его спускать. Я не знаю марку умножения, автомобиль я не знаю, какая марка, но я знаю, что есть у него функция run, и я буду вызывать этот функцию run. Так, как это можно увидеть? Так, давайте попробуем. Создаю список. Создаю список. Так. Лист color. Сейчас. Не, он... Почему нельзя... Там... Продолжение следует... Вот. Я создаю переменную CarList. Это список машин. Какие машины, я не знаю, но я говорю, что тип машин это будет Car. Теперь давайте попробую я в этот CarList добавить новый, например, Дамас. Дальше я ему добавляю Tico. И таким образом я могу добавить несколько машин. Окей? С разными порядками. Вот. Добавил Tico, Дамас, потом Tico два раза, два раза Дамас, один раз Tico и так далее. Ну, мой конвейер. Просто туда отпускаю, отпускаю, отпускаю и так далее. Вот. Кто-то создал мне список. Теперь тестер, который будет тестировать машину, едет или нет. Ему же нет разницы, какая машина у него. Он должен протестировать, он едет или нет. Вот. Давайте создадим тикл. Создадим тикл, который будет проходить итерацию из каждого элемента CarList. И давайте мы его назовем словом Car. Окей? То есть, каждая машина, я не знаю, какая она машина, каждая машина из списка CarList. Окей? Вот. Так как этот Car, что у него есть? У него есть метод Run. Правильно? Я просто запускаю Run. Вот теперь посмотрите на вот этот тикл. Можете ли вы сказать, в каком порядке был у нас список Дамасов и тиклов? Здесь можно сказать? Здесь нельзя сказать, правильно? Но. Но мне не важно. Здесь я вызываю CarList. CarList. Я в любом порядке добавляю в наш список CarList. В любом порядке я добавляю туда автомобиль. Любого типа автомобиля. А, например, там, тестировщик, кто там едет на этой машине, да? Который появляет наш Run. Он просто берет и говорит Car.Run. Ему не интересно, какой этот кар. Этот Дамасов и Тиклов ему не интересно. Ну, давайте попробуем протестировать, он будет ли работать. Вот, пожалуйста, смотрим сюда. Вот он. Вы ввели его в этом массиве CarList, и он так вывел просто. Да. Он получается вот у нас Дамас, два Тиклов, два Дамаза, опять Тиклов. То есть, когда мы делаем наследие из главного класса, то есть из родительского класса Car, и когда мы вызываем функцию Run, то не вызывается та функция, которая находится в Car, а вызывается та функция, которую мы дописывали в дочернем классе. То есть, когда я делаю Car.Run, у нас не этот Run теперь запускается, который находится в Car. А запускается либо этот, либо этот, в зависимости от того, какой класс, из какого класса создан деревянная карта. Да. Когда мы Override Fun Run, то сама функция, которая находится в родительском, тоже меняется, или... Нет, она не меняется. Та функция, которая находится в родительском, она здесь переписывается. Она здесь переписывается. Значит, можно просто дописать что-то? Дописать можно, но самое интересное, когда я дописываю какой-то метод, то я не могу его запускать, как я запускаю здесь Car.Run. Например, если я допишу там новую функцию, да, там, Тик топлива, там, скажи, какой у него Тик топлива, скажешь, бензин, газ и так далее, да, то я не могу функцию ультрика вызвать этот метод, который нам возвращает путь Тик топлива. Дописываете, и тогда вы можете только из Дамаза вызывать те функции, которые записали. Но, когда вы в таком виде это делаете, то вы для любого элемента, который наследует Car, вы можете вызвать метод, который указан на родителя, но будет запускаться тот, который был override в дочернем классе. Понятно? Не сложно? Так, давайте мы создадим теперь следующую машину. Так, какая у нас следующая модель идет? Матиз. Матиз, давайте, Матиз. Матиз. Раз уж у нас бюджетный вариант, это какие-то. Ну, давайте, небуджетный какой там у нас есть небуджетный. Коптиева. Малибу. Малибу, да. Малибу, да. Малибу. Малибу. Вот. Я написал просто Малибу. Окей? Вот. И дальше, давайте второй еще класс алжадем. какой там у нас будет? Мексия, да? Мексия, да? Вот. Так. У Малибу я делаю override наш метод. И кроме того, что спид какой-то, какой-то, он мне говорит. Принталант. Какой скорость у Малибу максимальная? Ну, 220 напишите. Ну, вот там знаток говорит, 270, давайте 270. Так, вот смотрите, я сейчас написал еще два класса. Один из них Малибу, который вызывает суперран. Суперран вызывает, окей. Он вызывает другой там метод, ну, дописывает, дописывает. Что, sorry, my speed is 1004. А Nexia, как видите, у него раны нету. То есть PowerWrite раны у него нет. Вот. И давайте посмотрим, что произойдет. Да. Вот в нашем списке, что я делаю. Я добавляю Малибу и добавляю Nexia. Последние два автомобиля у меня получаются Малибу и Nexia. Окей? И, как видите, я цикл не меняю. Мой тестер, который проверяет все мои автомобили, он как работал, так и работает. Самая основная цель у меня была эта. То есть, если я один раз написал какой-то код, все, я его не должен менять. При изменении каких-то дополнительных новых классов. Поняли? Я этот цикл писал до того, как появился Малибу и Nexia. Круто. Вот. Потом я создал Малибу и Nexia, добавил их в мой список автомобилей, но мой цикл не изменился. Понятно? Вот. И давайте попробуем его запустить. Та-дам! Да. Да, у Nexia ничего нет. Вот. Малибу говорит, у меня скорость 100. Говорит, извиняюсь, у меня скорость 240. Две строки пишут в Малибу. Супер Run вызывает метод, который у него был родители. My Max 3D 100, это говорит наше Nexia, у которого нету Override Run. То есть, пустой класс, который ни с чего не состоит, но самое большое преимущество у него, он наследует Car. Из этого у него методы есть. А то, что вы написали в Малибу в классе, там написали Super Run, и потом изменить то, что написали Print LN. Для Nexia было бы точно так же, как вы сделали, например, в Tiki просто писать Override Fun и просто Print LN. Точно так же вы выбрали? Супер или нет? Прикольно. То есть, так вот так стоит? Да, да. Если вы так написали бы, тогда Super Run он не раз не сработал. Мы сейчас хотим посмотреть, как работает Super Run. Мы хотели узнать, чтобы действия родителя выполнились, потом свои тоже действия дальше пошли. Поняли? Да. То есть, вы хотите, чтобы, к примеру, у Дамаза был новый метод Run My Own. Да? Мой свой Run. Да? И чтобы этот метод запускал Super Run. Вот так? Сразу Super Run вы не сможете запустить, да? Где сразу Super Run? То есть, не переписывай его запустить. Не, как вы будете? Ну, это же неправильно, нелогично будет. Если ты его уже запустить, то можно запустить. Не сращивайся, да? Не сращивайся. Не сращивайся. Нет, тогда вы… Ну, это будет неправильно. Это как бы по вашему отчеству вызывает ваши родители. На самом деле вы и двойку получили, а я вызываю и говорю там. Вот вы двойку получили. На самом деле не они двойку получили, а вы. Так что метод вот этот вот, Car Run, как вот здесь вот работает, и который относится только вам, это и есть преимущество, которое мы используем. А если мы будем вызывать его родители, зачем это нам нужно? Целостность, она теряется там. Что? Вторая вещь, которая, ну, первая вещь, которая вот, инкапсуляция у нас есть. Сейчас вот это тоже я вам покажу. Вот это и говорит, что нельзя вмешиваться в внутренние, как бы, логики этого класса. Как он работает этот класс, вам не должно быть интересным. Интересным. То есть вы не должны думать, как… Как бы, вы, получается, делаете override, override. Или отменяете override, получается. Зачем это нужно? Поняли? Лучше, лучше через отдельный класс, отдельный метод вы вызываете, пожалуйста. Но, чтобы менять этот, как бы, не знаю, Car, точка его, родитель, потом его метод вызывать, он такой не используется, зачем это нужно. Просто логически неправильно это. Да, вы через указательные, через какие-то там методы, вы можете туда выйти, зачем? Поняли? Лучше так не надо вам. Поняли? Поняли? Лучше так не надо вам. Что, без override используются стандартные функции. Поняли? Вот. Это было… Наследование. Наследование. И мы его использовали вот в таком вот виде. То есть список это все взяли, и списка просто вызывали ранее. Окей? Так же можно, так же можно использовать и для других методов, как параметр, это родительский класс, и в зависимости от того, какие у него значения, он может какие-то действия делать. К примеру, возьмем такое понятие, как топливо. Вот. У этих машин какие могут быть топливы? Газ, бензин. Газ, бензин. Правильно? Вот. Давайте возьмем два просто. Газ и бензин. Два вида топлива. То есть, если у этой машины устанавливается стандартные как бы газовый баллон, то он может принимать газ. Да? Но если у него там есть бак, то он принимает бензин. Если у него нету газ баллона, мы ему даем газ, он должен вывести ошибку. Правильно? Да. Давайте вот так вот видим и сейчас посмотрим. А? Да, это не надо. Авиотопливо говорит. Топливо чего есть? Авиотопливо. 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 Не, на самом деле топливо есть и электричество тоже. То есть, можно взять там на ваш лампе спарк, да, вот. Как раз именно спарк сделали. То есть, электроны, которые берете, подключаете, все, все, топливо у него будет электричество. Ок? Так. Так. Для этого что нам нужно сделать? Так, этот пример тогда я закрою, чтобы он остался у нас, как есть. А потому что один раз я создал его, один раз его использую. То есть нам не нужно его делать в вар, можно было и просто вау сделать. Он на это и намекает. Из этого он в желтом говорит. Потому что я ему не присваиваю новый Дамас. Так, это вы сохранили. Так, давайте теперь другой пример. Пусть у нас будет топливо. Создаем класс топлива, у которого есть, к примеру, значение name string. И помолчаем у нас топливо какое мы используем? Мы используем бензин. Пусть будет бензин там, ладно, пусть 91-й, там 80-й, это будет следующее. Так. Теперь я хочу создать, ну, создать новые, новые значения этого топлива, новые переменные топлива и там уже передавать ему какого-то типа топлива. Газ, электричество или там бензин. Так, давайте я здесь же создаю функцию main, чтобы не мешали они друг другу. Пусть тот пример остается там. Я здесь создаю, к примеру, топливо-бензин. Name равняется топливо, вот он. Значение топлива-газ, а это топливо, name равняется газ. Sorry, так нельзя. Топливо-газ, name равняется газ. Вот он. Не, он должен быть. Он должен был открытым быть. А, нам нужно, я внизу, оказывается, вал написал, а здесь вар должно было быть. Вот такой вот вал у нас был. Да, нужно с конструктора. Я сейчас покажу. Я хочу и туда пойти. Вот. Делаю println. Так. Топливо-бензин. Name. И топливо-газ. Name. Вот он. Окей? Так. Это худший пример, который я сейчас предполагал. А это я создаю топливо, да? Да, потом перименовый. Топливо-бензин, потом создаю топливо-газ, и потом название топливо-газа меняю на газ. Правильно? Как ваш друг сказал, это неправильно. Почему неправильно? Да, вот. Почему неправильно? А вы знаете, почему не услышали? Почему так не дает хорошо? Нет, это у нас не спросил. Слушай, что я не даю. Я бы видел просто. Давай фотку. Так. Что-то нужно сделать? Неправильно снаружи сидеть и его как-то менять. Окей? Это неправильно. Ваш друг правильно сказал. Лучше через конструктор передавать, чтобы при создании этого объекта это все было правильно. А то получится так. Когда я создал переменную, вызываю printlant.toplio-газ.name, он мне говорит бензин, да? Потом я изменяю, а через какое-то время я говорю, он говорит, бензин, я теперь газ. То есть... А вы напрямую изменили сам, который находится в классе. Да. Да, я напрямую вот так вот изменяю. Ну так нельзя. Хорошо? Вот. Из этого мы на самом деле должны сделать как? Чтобы это топливо, которое находится здесь, оно было... Нормально, что топливо, газ, вау. Он разве не может поменяться на газ? Ну, мы потом в варп поменяли. Нет, он в функции меняет. А, вот смотрите. Нет, нет, нет. Мы не можем сменить вас. Вы что, зарейдили? Светлой? Не объяснило. Да, не объяснило, как вы там. Кто-то управляет. Из этого мы телефон отключаем, чтобы никто не там проекцию. Так, это вал, правильно. Мы не можем поменять топливо газа. Так что значит? Мы не можем ему присвоить новое топливо. Но мы можем внутри свойства видеть. Окей? Это непонятно. Непонятно? Вот, смотрите. Я хочу для переменной топлива газ передать теперь новое топливо. Он не возьмет. Почему? Потому что до этого у него уже объект есть. Ему только один раз можно присвоить объект. Понятно? Вот, это же новый объект. Он новый объект только один раз может присвоить. Ты классный человек. Ты не можешь стать другим человеком. Он только один раз. Но у тебя может поменяться возраст. Окей? Таааак, это уже спорно. Да, тогда давайте все менять. Уже чего учуливается-то? Не надо менять ничего. Ну, давайте пусть будет вал. Согласен. Да, а то опять можно будет поменять его. Вот, как ленинные программисты пишут, как ленинные программисты меня свойства подкидывают в конструкцию, да? Вы знаете, да, как это делается? Что я сделал? Ну, вручную сделаем или вручную? Ну, конечно, не вручную. Я делал влечебные помочки, да? Конечно, конечно, там эти пальчики немножко поработал, лучше все работает. Вот так вот стоит. Это значит, конструктор у нас пустой. Вот у нас конструктор пустой. А у нас есть свойства. Окей? И у него есть значение по умолчанию. Вот. А теперь мне нужно сделать так, чтобы создать, убрать по умолчанию конструктора, который без параметров, и сделать его с параметром, который принимает значение на ней, и сделать так, чтобы, как ваш друг сказал, чтобы его нельзя было изменить. Вот мы создали топливо, да? Мы назвали его газ, чтобы через какое-то время он не стал там дизелем. Так, как я это сделал? Так, у вас нажимается, кажется, Alt-Insert. Или Alt-Enter у вас был? Правая кнопочка, мышки. Вот. И пишется вот Move to Constructor. Что такое Move, знаем, да? Сдвигает куда? Конструктор. Нажимаю Enter. Вот, пожалуйста, он сам это все сделал. Ну, из-за того, что там пустое, скобки не нужны. И чтобы нельзя было менять значение Name, мы его взяли и сделали Val. И после того, как мы это Val сделали, у нас вот здесь в четвертой строке идет ошибка, потому что мы не имеем права менять свойства. И теперь мы наше топливо, газ, можем передавать через конструктор, а это можем убрать. Вот. Понятно? Круто. Сработает? Ну, нужно. Так, проверим. Ой, извиняюсь. Я запустил не тот. Нам нужно было запустить вот этот. Вот, пожалуйста. Принзиль и газ. Опять. Почему у нас стоит Val, который не меняется, но все же есть? Потому что там не объект меняется, потому что у него свойства объекты меняются. Вы сами не меняетесь. Вот взяли галстук надели, у вас свойства поменялись. Сняли галстук, тоже свойства поменялись. Но вы же не меняетесь. Но вы же не меняетесь. Правильно? Сегодня урок пришли, что-то изучили. У вас свойства здесь меняются. Так, дальше показать? Или уже дальше сложно идёт? Нет. Нормально? Да. Так. Смотрите. Класс, топливо, бензин. Топливо. Топливо. Газ. Топливо. Газ. Топливо. Создал два класса. Один из них это топливо-бензин, второй из них топливо-газ. Окей? Ладно. Теперь что я делаю? Возвращаюсь на наши автомобили, которые до этого были. Вот они вот здесь. И добавляю на наш Car новые свойства. Это топливо. Который будет в тип топлива. Окей? Вот. И я добавил новые свойства родительскому классу топлива. Окей? Тип у него будет топлива. А. Почему красный? Потому что я не интеллизировал его вообще. Мне нужно его. Да. Мне нужно его интеллизировать. Я его не сделал. Ну давайте интеллизацию мы также тогда поставим в конструктор. Где он у нас? Ну если я сейчас это все в конструктор поставлю. Да. Он скажет там везде мне нужно его как бы использовать. Вот они. Здесь. Здесь. И так далее. Вот. Я поставил наше свойство топлива в конструктор Car. То есть когда я создаю Car, мне нужно указать какой тип у меня топлива у этих машин. Так. Пусть у нас Дамаз. Он какого типа будет? Газ. Газ. Хорошо. Пусть будет топливо-газ. А... Тико. Пусть будет топливо-бензин. Малибу. Бензин. Пусть будет. А... Нексия. Ладно. Тогда туда тоже газ можно, да? Может, просто и топливо? Просто топливо это нельзя. Нам нужно конкретно указать либо бензин, либо газ. Вот. Что произошло? Здесь сейчас немножко непонятные вещи, которые сходили. Да вообще магия. Какие-то магии здесь стоили. И так, смотрите. Каал принимает топливо. Он принимает только топливо. А при создании дамаза мы конструктору Каал должны передать топливо, но мы создаем объект. Откуда я знаю, что я создаю объект? Потому что здесь круглые скобки. Видите? После слова топливо, газ я поставлю круглые скобки. Это значит у меня конструктор по умолчанию запускается для топлива газа. Конструктор по умолчанию, топлива газ запускается. И создается объект. Вот этот объект я передаю Каал. Окей? Вот. Созданный объект я передал Каал. Теперь Каал принимает его в топливо. Почему он принимает? Тип-то разный. Почему он принимает? Потому что топливо газ наследует топливо. Понятно? Вот почему Каал может принимать топливо газ. И так далее я создал для ТИКО топлива бензин, для Малибу топлива бензин, для Мексии топлива газ. Вот он. Пошел? Теперь. Давайте создадим тогда следующий метод, который у родителя Каал. Мы создадим метод, который будет говорить, какой у меня ТИП-ДИК. ТИП-ДИК. А что у вас обычно что-то раздается? А, давайте посмотрим. ТИП-ДИК. Так, сейчас, минутку. Мекси, Малибу, Малибу. А у меня здесь мень почему-то пропал. Да. Вы же перенесли его. Нет, я не перенес его. Тот ли вы перенесли? Нет, я здесь тоже его оставил. Значит, конструктор удалил, да. Нет, я ничего не люблю. Не, у меня почему-то этот удалил конструктор. Но он добавил интер. Все, вот он. А, у меня он везде какие-то топлива, топлива так написал. Непонятный топлив он мне написал. Код поменял у меня. Все, нормально. Так, теперь давайте у родителя я создаю новый метод. Топлива, да? Get топлива. Нет, давайте не get у нас будет, а print будет. Принт топлива, который будет у меня печатать топлива name. Окей? Я у родителя, я у родителя пришлю написать, какое название у меня топлива. Какого тип топлива я использую. И все. Здесь я ничего не меняю. И теперь посмотрим, что будет, если внутри нашего цикла я буду вызывать run print топлива. То есть, после каждой машины я буду вызывать run топлива. Ну вот это я пока отключу, потому что он нам будет мешать. Окей. Все, и запускаю. И запускаю его. Вот, пожалуйста. То есть, my speed 160 гауз, потом бензин, бензин, гауз, бензин, гауз. Понятно? Понятно? Когда... Да, могу. Вот он. Значит, я добавил принт топлива у родительского класса, гауз. Окей? И я не менял ничего в нашем списке. Вот мой конвейер, который создает машины. Я здесь ничего не меняю. Как видите? Как создавалась машина, так и создаются. Тесла, который у меня тестирует мою машину, я тоже ничего не меняю. Просто я туда добавил, чтобы он видят, какой у него топлива. То есть, какой топлива заливал перед проверкой, перед издвоем новой машины. Ничего такого и ничего не изменил. Но я изменил создание самих моих машин. Теперь при создании машины, Томас, Тиквы и так далее, я указываю, какого типа топлива есть. Указываю через название класса. Топливогаз, топливогвизи. А внутри этого класса он сам какие-то слова туда дописывает. Какие-то слова там дописывает. И самое интересное, в внутренних средствах классов не меняется, когда я меняю или добавляю новый метод у родителей. Понимаете? Родитель добавил новый метод, и этот метод работает у всех других машин. Понимаете? Итак. У меня, кстати, он поругается на... Вот, где вы написали, класс, да, масс, двоеточие, кар, топливогаз. Вот, у меня на этом методе он поругается на топливогаз. Так. Проверьте топливогаз отсюда. Может, здесь у вас какие-то там проблемы? Сейчас. Нет проблем. Это другой вид наследования. Это такое, что внутри нашего класса я наследую класс топлива. Окей? И в этот класс топлива они могут передавать любой класс, который наследует из этого топлива. То есть здесь я кар, вот, внутри кар, как видите, я использую только родители. Родители общаются с родителями. Кар общается с топливом. Это значит, дальше любая машина, которая наследует кар, она может принимать любую топливу, которое наследует топлива. Завтра, если у меня, вот, в этой же структуре, примеру, для, какой я возьму, для Nexia, да, к примеру, ну, Spark, к примеру, у меня вышла новая машина Spark с топливом электричества, да, что я делаю? Я придумаю новое топливо, говорю, топливо-электричество, правильно? Электричество, электро-сити пусть будет, да? Вот, электро-сити, электро-сити, вон, как пусть... Электричество, ну, электро-сити, получается, да, на смыне? И слово электро-сити я записываю вместо газа. Я создал новый вид топлива, электро-сити, я создал новый вид топлива и создал новый вид машины, да, здесь говорю, новый вид машины. Так, класс Spark, это машина с топливой электро-сити. Вот, создал Spark, создал Spark с топливой электро-сити. Окей. И нашему конвейеру я просто добавляю новый Spark. Вот здесь, после Nexia, я могу добавить новую машину Spark. Вот он. Все. Да, за OGF конвейер я добавил Spark, а мой тестер, как работал, так и должен работать. И даже, когда я новую топливу придумал, он не должен меняться. И сказать, да, у него электрические машины. Давайте проверим, он скажет или нет. Spark, можно электро-сити. Вот, подрался наш Spark, электро-сити. Окей? Лучше. Непонятно? Непонятно. Можно, пожалуй, варку с топливом и вешать на штат? Ну, значит, это не будет нас. Смотрите, мы же вот ниже, когда топливо-газ пишем, топливо-газ в этих стробочках пишем газ. Мы в топливый бензин не пишем бензин, потому что мы его в аргумент топлива записали как бензин верно. Смотрите, не помолчали, да. Да, и он перейдет на доверс. Но мы можем для топлива-бензина написать там А80. А, он напишет топливый бензин А80. Если бензин, он напишет А80. А, поменяется. Сейчас, в общем, в общем, в 80-е, в 80-е, в 80-е, в 90-е, в 90-е, в 95-е, где-то разница. Ну, или там, 91-й. 90-й, кажется, нету. То есть, если мы хотим в классе использовать другой класс, все его свойства мы передаем вам в качестве аргумента при создании, то есть, как мы... В общем, через Get% тоже все равно. Да. А, да. Ваши, да. А, следует... А, в классе, в классе, в классе. Извините, что имеется... Нет, тут вообще, я думаю, не столько-чего-чего-чего-чего-чего-чего. В 4-й, в 5-м. В 4-й, в 5-м. Посадов? Да, да. В 4-м. Вот там, у тебя карп, мы что написали? ничего не меняли здесь ничего не меняли для электросити мы мы только создали новую машину как передали новый тип топлива электричество где топлива без скобки вот так да здесь вместе потому что это тип указывается тип вот я хотел смесить смотрите вот это настолько для удовлетворения чтобы распишаться в другом классе получается чтобы спешил он все равно будет да как мы мы не можем его переписать но мы можем его использовать да конечно вот смотрите это функция права и здесь она не доступна почему есть выйти видимости методов классов я могу вам показать я для вас это приготавливал здесь где-то вот они есть четыре вида видимости методов и свойств первое это правило правило это значит что это это свойство или этот метод может быть используем только этим классом это ваши личные которые только вы имеете право второе протектор это те свойства или методы которые могут использоваться вами или вашими детьми то есть дочерний класс может использовать метод метод разительского класса у себя внутри но но объект который создан из этого дочернего класса внешне они не могут это эти свойства использовать вот здесь есть примерчик я немножко увеличиваю кажется здесь он не видно вот он вот примеру переменная и она протектор переменную и вы можете использовать внутри класса но саму переменную и когда будут создавать объект в переменную маленькую из большого класса то в точке и они могут использовать и есть переменная протектор 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 который был вот здесь вот он который находится внутри а он только для этого даже б я не может его использовать то есть дети ради дочерний классы и родитель класса они не могут использовать переменную который правил это как бы деньги родители не могут дети взять окей второе это протектор вот он протектор это как бы ваша ложка дома то есть ложка нашей папы можете использовать Ну, попросите, он скажет, да ладно, все, вы можете использовать. Но ваш сосед не может его использовать. Окей? Это протектор. То есть это находится в вашей семье, внутри вашей семьи. Есть правед, который только родители могут, есть протектор, который вы можете использовать. Третий вид – это интернет. Интернет. Это те, которые, те классы, которые находятся в одном и том же пекиде, то они могут его использовать. Это значит, как бы, вы можете использовать переменные элементы вашего брата или сестры, которые находятся рядом. Они тоже дети ваших родителей. Окей? То есть вот есть родитель. И есть у него точерные классы. Если они находятся в одном пекиде, они друг для друг друга интерно. Горизонтальные можно использовать. Горизонтальные можно использовать. И вот есть паблик. Паблик – это ваш номер квартиры. Взяли дверь и написали там 55-я квартира. Все. Это можно все могут видеть. И ваши родители, и вы, и ваши там братья, сестры и так далее. И соседи, которые проходят через ваш подъезд. Или через вашу улицу. Окей? Это паблик. Это паблик. Когда паблик, мы ничего не ставим. Как видите, вот он. Перевал и перефакшн ничего не ставится. Окей? Опен – это не права доступа, а опен – это который вы можете перезаписывать. А это видимость ваших методов использования. А по умолчанию? По умолчанию, когда вот ничего не написано, ничего не написано, правильно? Это паблик. Полятно? Да. Так. Это записали. Я вам приготовил просто некоторые вещи. Есть... Ну, я хотел вам показать картину руку первой пары нашего Тритурал Фоэта, где такой садик есть. Он на английском. Но я не думаю, что будет трудностью у вас перевести английский на русский, правильно? Слава богу, там у нас Google есть. Один клик он переводит, да? Ну, было бы лучше, конечно, если вы все это будете читать на английском. Здесь есть не только этот, а и другие языки тоже. Там и C, C++, Java, там и так далее. И Kotlin тоже добавил. Здесь объясняется очень коротко, но основные моменты. Сегодняшняя вещь, которая... Ну, вчера... В прошлый раз мы с вами разговаривали о классах. Здесь дальше идет тоже разъяснение классов, только уже как бы, как видите, со значениями правит и так далее. То есть, что можно, что нельзя, что закрыто, и так далее. То есть, здесь вы можете тоже посмотреть, если какие-то у вас вопросы есть, вы можете здесь эти моменты, логические моменты узнать. Примеры, которые я сегодня создавал, ну, здесь есть эти примеры, которые я вам не показывал, я показывал вам, который у нас был. Так, constructor, inheritance. Да, inheritance я вам показал. Вот. Я с вами сегодня объяснял вот этот, вот, inheritance. Вот. Когда вы из какого-то класса, если дать традиционный класс и создавать дать этот класс. Это все тоже там описано, как это все идет. Просто сейчас за 20 минут мы не шпеем следующую тему начать. Из этого я сейчас не буду дальше объяснять, а следующий парень мы дальше пойдем. Хорошо? Так, пока я это отключу. Откручиваем.